А пока миллионы верующих молятся о мире в Украине, до мира далеко. На Донбассе за сутки 17 обстрелов украинских позиций ранен один солдат. Такие данные опубликовали в пресс-центре штаба ОТО. Больше всего боевики палили на Донецком направлении. Под Авдеевкой наших военных обстреляли из гранатометов. Как говорят бойцы, боевики пасхального перемирия не придерживаются. Подробнее о ситуации на востоке страны Игорь Левенок. У нас тут в основном дачи. Вот так и живем, говорит Зоя Николаевна. До войны в поселке Водяном было полно дачников из Мариуполя. Сейчас осталось только 9 местных жителей. Живут без газа и воды. Электричество появляется время от времени. Постоянны здесь только обстрелы. Как ночь, так и у нас начинается. Смотришь, полетели. Красные мухи. Почти все дома разбиты. Постоянная стрельба и взрывы. Автоматы и пулеметы наши морпехи здесь серьезным оружием уже не считают. Минометы и артиллерия. Вот основные калибры, которые бьют по Водяному ежедневно. В этот район упало две 120-х мины и парочка 82-х. Из некоторых из них была 82-я зажигательная, в результате чего загорелся дом. Вот вы видите, что зажигательность случилась. Он сгорел почти весь, остался один корпус. Перемирие? О таком здесь не слышали. Морпехи говорят, на пасхальные праздники они готовятся к еще большему противостоянию с врагом. Время от времени раздаются одиночные выстрелы. Бойцы говорят, работает вражеский снайпер. Появился здесь на днях, но за это время морпехи выучили даже его расписание. Пару дней назад это начал работать снайпер. То есть там есть позиция их. И из туда. Ну они в основном яшку с утра. Сейчас в семи до девяти идут. Вчера был обстрел, то нашему хлопцу одному чуть руку не прострелили. Ну то есть проблема просто. Война войной, а настроение у бойцов уже праздничное. Волонтеры на передовую привезли пасхи и подарки от детей. Ребенок 6 лет, вот это Настя, передала свою самую любимую игрушку, такую бело-розовую кошечку. И написала письмо. Эта кошечка врач, вот я просто его запомнила наизусть. Эта кошечка врач, ее нужно приложить к ранке, и тогда ранка не будет болеть и заживет. А вот это письмо с кошечкой, которую потом прижимал к груди здоровенный морпех, это надо было видеть. С приазовья Игорь Левенок, Вадим Ревун, Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер.